Любовь неразделенная, первая, последняя, взаимная, на стороне или по расчету, отвергнутая или самоотверженная. Большинство синонимов к этому слову носят скорее не совсем светлый характер. Ведь мировая культура воспитывает именно такое отношение к чувству. Драма, боль, кинематографичность. И когда мы говорим про любовь, мы говорим про что-то безусловно положительное. Там нет стрельбы, там нет этих погоней. Там есть, может быть, достижение чего-то. Там есть добро. Там есть желание сделать человека, которого вы любите, счастливым. Там нет вот этой пилы, вот этой вот пресловутой в отношениях. Там крайне редко бывает то, что мы называем работой над отношениями. Признаться в том, что порой такие взаимоотношения – это зависимость, сродни наркотической или алкогольной, может не каждый. А потому и выйти из них самостоятельно порой бывает нереально. Книги «Любовь, похожая на стон» профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медуниверситета Алексей Миринов под одной обложкой собрал примеры самых разных проявлений человеческих взаимоотношений. От простейших до диковинных, от светлых и радостных до глубоко трагичных. Коллекция, изучение которой заставит о многом задуматься. Жанр нон-фикшн подразумевает постановку вопроса и какой-то список ответов, как правильно делать. Здесь вот нету второй части, да, вот этот не классический нон-фикшн. То есть здесь скорее постановка вопроса. То есть и книга написана психотерапевтом, то есть она написана исключительно психотерапевтическим языком. Вопросы, то есть вопросы, которые должны в какой-то момент человека просто вот что-то отрезвить. Эта книга не просто набор любовных историй, прочитав которые вы удивитесь, повздыхаете и покачаете головой. Это конкретные непростые ситуации в отношениях, которые могут случиться в жизни каждого. Здесь читатель найдет важные вопросы, ответы на которые помогут признаться себе же в правде и возможно начать новую жизнь. Более подробно о книге с Алексеем Владимировичем мы поговорили в рамках программы «Городские встречи», которая выйдет в пятницу, 1 апреля. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова